Что ты заболел? Низ живота заболел. Низ живота заболел. И поясница. И болит, и не проходит никак. И как болезнь эту назвали? Ну, камень пошел. А-а-а! 9 мл. Камень пошел. Включи. А это что такое? Свет, наверное, хочет включить. Да, конечно. Включай, включай. Вот так. Ага. Да и ты почувствовала, что режет. Боль. Я дышать не могу. Не проходит. Это случилось в пятом часу. Я потерпела, пока посветлее стало. Стала звонить в скорую. Сама позвонила в скорую. И соседке позвонила. Она пришла, скорая приехала в больницу. Я говорю, я не поеду. Как не поедете? Приступ. У вас с почками непорядок. Ну, и все. И увезли. Там я не осталась. Я сказала, я не останусь. Потому что будете меня колоть, а у меня аллергия на все лекарства. Ну, а не на кого ли мне легче стало? Я говорю, я домой поеду. Ну, тогда ехайте домой. Все. И меня увезли домой. А через два дня снова туда же. И я упустила момент. Если бы я осталась, мне бы сделали проковы и меня бы не резали. А так мне пришлось меня резать. Я же здесь у меня резаная. И, слава Богу, сохранили почку по вашим молитвам. Мы-то молились. И я подошла. Когда повели меня в операционную, я подошла к операционной. Они говорят, заходите. Я говорю, нет, подождите. Я помолюсь. Я встала у дверей, помолилась, попросила благословения у Господа на операцию. Господи, благослови меня на эту операцию. Помоги, Господи, как ты сам знаешь, Господь. Благослови руки врачей. Дай им знание, мудрость, умение, терпение, чтобы прошла операция благополучно. Аминь. Заходи. Зашла. Не ругаются. А врач-то мужчина? Ждали три женщины. Они одевать уже чулки. Мне надо. Они ждали. А потом мужчина пришел. Зашла туда, там помолилась. Второй раз уже там. И из палаты вышла. С тобой мы вышли тоже. Теперь сказали чулки. Одели они на меня чулки. Все с меня сняли. Я говорю, вы что у меня голову-то оставляете? Не разговаривай. Давай. И ложись. Положили мне руки. Я говорю, подождите. И пришел этот анестезиолог. Уже с маской пришел. Здоровый такой врач. Я говорю, подождите, я помолюсь. Он говорит, молитесь. Да. Прямо на столе. И я снова начала молиться. И просить Господа, чтобы Господь меня благословил. И врачей благословил на эту операцию, чтобы сделали благополучно. А они до этого собирали консилиум. Камень большой. И они мне пришли и сказали, врач пришел и сказал, мы вам будем удалять почку. А я молюсь. И Татьяна. Если не пойдет камень, не сможем, то удалим почку. Вы знаете это. А он когда уходит врач, мужчина, и такой идет, расспросил все подробно ее. А потом говорит, ну вот удалять, наверное, почку придется. И все это. Пошел уже к выходу. А я говорю, ой, да благослови вас Господи. Помоги вам Господи. А он говорит, да хоть бы. И он делал операцию. Он делал. И когда я сказала, подождите, я помолюсь. Я снова начала молиться. И он, это, руки еще у меня не привязали. Ноги только привязали. И я помолилась. И аминь. Он сразу раз, мне маску. И все. И я отключилась. А я еще сказала, а вы чего меня, как Иисуса Христа, распяли. Привязали у меня ноги и руки. А они там улыбнулись. Ну, не смеялись так. Улыбнулись и привязали меня. По вашим молитвам. А я знала, все молятся. За меня, говорю, все молятся. И я молюсь. А когда привезли с операции, в эту же палату, из которой меня увезли. Хотели в реанимацию, а потом в эту же. Почку-то они мне сохранили же. Не удалили. И завезли туда. И я слышу женщину. Мария Яковлевна, молись. Хлещут меня. Проснись. Проснись. Молись. Я не пойму ничего. Кто что говорит. Где я есть. Я думаю, о. То ли спала, то ли что. И опять забытие. Они меня не дают спать. А кричат. Одна кричит, молись. Вторая кричит, глаза не закрывай. Вот так вот. Но они знали, что я молюсь. Я до этого пролежала с ними два дня. Три. Я им читала молитвы. Какие наизусть, знаю, длинные. Пятидесятый псалом. Ну, как я помню хорошо. Верую. Символ веры. Все такие вот. Они так слушают. Ну, и они не верующие. Ну, камень-то вам отдали или нет? А почему? Не знаю. Ну, написано вот в выписке. Девять. Девять минут. Вам что, сегодня день ангелов? День рождения сегодня? Нет. В апреле в день. Девятнадцатого апреля. А девятнадцатого апреля-то сколько вам? Восемьдесят три. Восемьдесят три. Ну, можно. Бабушка старенькая уже. Да. Слава Богу. Понятно. Я хотел спросить вас, когда вам позвонили из Америки, прочитали там книгу, как вы обратились-то? Вы с ними помните, как разговаривали? А? Не помните? А? Ну, ваше там обращение в пятнадцатом томе открытым оком. Да я один звонил и говорит, это вы сами написали? А вы говорите, да. А он говорит, я баптист. А вы говорите, а вы не церковь. Вам надо быть в церкви. Ну, да, да. Так это-то я помню. Это Николай, Николай, знакомый у меня. Смотри, как у вас, говорит, люди наставлены. Я говорю, бабушка, она в восемьдесят лет проповедует вам. Ну, и в палате тоже. И женщина, там одна, она вроде себя считает. Молилась Вале. Я ей сказала, одевать платочек надо. И не надо так, крест не искажает. То, что начиная ей говорить, она потом уходила. И прям довольная такая. Дала мне телефон и звонила, чтобы я ей... Ну, помоги им, Господи. Во слава Христу. А то я, надеюсь, уже 10 июня, как раз день моего рождения, с лагерем уезжать, надо всех объехать. Да. Узнать, как вы тут. Да, да. Спаси, Господи. Я не ожидала, что вы придете. Мы каждый день вас помним. Ваше имя перед Богом проносим. Господи, подавали я, как угодно тебе. Я хотел спросить-то, ты советскую власть любила или нет? Здравствуйте. А как же? Любила? Да, конечно. Да я вижу, что у тебя пятиконечные звезды везде. Вот это. Это Ольга мне купила такое. А я не хотела одевать. Я говорю, Ольга, а здесь, говорю, звездочки. Это масонский знак. А она и говорит, Игнатий Тихонович не увидит. Так как раз и пришел, и нашел. Ты ей скажи, скажи. Я ей сегодня же скажу. Скажи, ты ошиблась? Он нашел опять нас здесь. Не было выбора такого моего размера. Она говорит, мам, ну давай возьмем. На рынке брали. Я говорю, ой, я сама не люблю вот это вот. Я не люблю. Я ее спросил. Ну, а сейчас холодно. Я одеваю вниз там что-то и одеваю это. А ты возьми фломастер-то и как ведь крестик из них зашли. Сделай потихоньку. И замажено. Это все, да. Не признаем мы это все. Царь Аха встретил Илью и говорит, нашел ты меня. Главное, нашел ты меня. Так искал-то ты его, а не он тебя. Вот так. У меня плитка включена. Давай я выключу. Ну-ка выключи. Ты еще творишь, старуха, а? А ты еще ничего. А здесь уже нет. Все у тебя тут. Смотри, у нее сибирская облепиха. Чай поставлю? А где ты говорила, нет. Мы уже много не будем, у нас много больных. Ну, поехали. Ну, чай, я по-быстрому. Он выключил. Ну, стало выглядеть только что. Зачем обманывать? Ну, поешь ягоди. Нет, все. Ну, че? Нет, нет. Так, я хотел спросить по пунктам. Ты воду-то откуда берешь? Это из магазина. Сейчас показали. Вот это моя. Слушай. Это из крана. Это из крана. Показали в интернете. Мужик пошел, и какие воды продаются из синтуки. Все набрал. Купил на тележку и повез в лабораторию. Все 100% яд. Что там добавляется, что не портится. Самое правильное, ты вот отсюда набери. Вот я набрала. Набрала, она отстоялась и пей. Да. Куприну не бери. Там разные... Это брали еще 5 мая. Немного людей отравилось. Которых я знаю, кто пьет, все болеют. Все до одного. Никто не пьет. И особенно я тебе скажу, ты жареную на массе растительного жаришь что-нибудь? Ни в коем случае. Игнатий Тихонович сказал, нельзя жарить. Я всем говорю, даже всем говорю, соседка у меня, они пережаривают. Это рак желудка, рак кишечника готовый будет. Термическая обработка растительного масла, как его готовят сегодня, они поддаются. И еще. Я не признаю жаренную. Когда готовите варенье, уксус добавляешь, нет? Это не варенье, а соленье. Бывает. Никогда. Лимонку там... Ничего не делай. Не делай. Чайную ложку. Обдумай. Вот у нас делает, которые сестры ни одна не делают. Это отрава. Тебе особенно почки надо беречь. Да, да. И березовый сок настоящий. Да. Бить. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи. Я тебе конкретно говорю, что нужно. Спасибо, Господи. И ни за какими бананами не гоняйся. Ты береморковку 30. Где ты родилась, и именно те продукты нам более всего организмом полезные. Они заморские. Заморские их окуривают там какими-то веществами, чтобы они не портились. Это все влияет отрицательно на наш организм. Ну что, в Потеряевку приглашаю приехать. И будешь ходить босиком. Вот у человека на подошве, у него где нажмет там сердце, легкие. Ты будешь ходить там, где корову по грязи ходили, а потом это застыло. Вот она это вот так. Массаж делает. Бывают такие, продают пупырышками такие. Меня она Кузьминиша подарила такое. Это очень полезно. А пупурно или как называют лечение? Да. Поняла? Понятно. Это, во-первых, дешево, ничего не стоит. Ну, а это что у тебя за машинка? Давление меряю. Не меряю. Послушай меня. Наши родители жили, вся страна, Россия, не меряю, потому что это страх нагоняет. Никто этого не знал. А у меня нормальное давление. Еще маленько. Я не врач, но я подскажу. Днем постарайся не ложиться. Не ложусь. Только в силе сидеть. Я после болезни не ложусь. Но ты поняла, я всегда говорю. Это редко-редко. Голова будет болеть и все остальное. Да. И не меньше, чем за два часа до сна уже пищу не принимай. У тебя лишний вес есть. Смотри, пузо-то какое. Да, это пузо давно уже. Убрать? И подты соблюдаем. И подты соблюдаем. И все, пожалуйста. У меня уха есть. Будете ухать? Нет, не будем. У нас есть на кого пример, брат. Ты Валеничук знаешь? Вот. Ну, у нас такие есть. Вот это Валентина. Это Александра Ивановна. Жена, это сказать. А сестра. Вот. Ну все, мы пошли. Благословляй нас. С Богом благослови. Давайте коротко поблагодарим. Храни вас, Господи. Там вы икуны. Ну ладно, мы здесь. Господи, слава Тебе. Велика милость Твоя. Ты сохранил жизнь, сестре. Наполни ее благодатью Твоей. Чтобы опыт жизни, служения Тебе приняли и дети. Научи нас всем сердцем, всем умом. Всей жизнью прославлять Тебя. Ты знаешь, и Ты отмерил каждому срок его жизни. Ибо мы ответственны будем за каждый день и час. Правильно мы пользовались этим. Да будет благословен этот дом и живущий в нем. Благослови наш путь. Тебе слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Пошли. С Богом благослови. Спасибо. Да, возьми мою этого. Дай вам Бог доброго здоровья. Маша, когда война, хорошая. Спасибо.